Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще на нас до сих пор не подписались, рекомендуем это сделать. На нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное полезного материала о том, что касается выбора и покупки поддержанных автомобилей. В том числе и обзоры. Не только в формате тест-драйвов, но и в формате тех обзоров, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Не так давно мы решили вернуться к практике сравнительных обзоров, когда мы берем два автомобиля и ставим их, что называется, к бамперу. Подобный формат достаточно интересный и востребованный. И первую ласточку подобной практики вы уже могли посмотреть на канале. Мы сравнивали два поколения Toyota Corolla Fielder. В нашем сегодняшнем обзоре речь снова пойдет про праворульные японские автомобили, причем без пробега по России. Сегодня мы решили взять два поколения супер популярного не только в Японии, но и в нашем отечестве хэтчбека. Honda Fit второе и третье поколение, соответственно. Встречайте. Итак, второе поколение. Второе поколение Fita в кузове GE появилось в 2007 году, уже достаточно давно. На конвейере эта машина простояла аж по 2013 год. Целых 6 лет. При этом успев пройти через два рестайлинга в 2010 и в 2012 году. Гамма агрегатов под капотом этого автомобиля была представлена бензиновыми моторами объемом 1,3 на 100 лошадиных сил, 1,5 на 120 лошадиных сил. И гибридная версия, которая, правда, появилась позже, только с первым рестайлингом. Кстати, гибридная версия второго поколения имела лишь 88 лошадей на бензиновом моторе. Что касается третьей генерации в кузове ГП и ГК, эта машина появилась в 2013 году и продолжала выпускаться по 2020. То есть третье поколение продержалось на конвейере на год дольше второго. Рестайлинг здесь также был дважды. Первый рестайлинг случился в 2015, второй раз машину обновляли в 2017 году. Здесь были также только бензиновые двигатели, объем 1,3 100 лошадиных сил, 1,5 литра, но уже 132 лошадиные силы и гибридная версия. Причем гибрид здесь был совершенно иной, нежели на втором поколении. Коробки передач вариаторные, механические, либо в случае с гибридом 7-ступенчатая роботизированная КПП с двойным сцеплением и электромотором. Габаритные размеры второго поколения Honda Fit. Длина 3 метра 90 сантиметров, ширина 1,69 метра, а высота 1,52 метра. Колесная база этого хэтчбека 2,50, а снаряженная масса гибридной версии, а у нас как раз именно такая машина, 1130 килограмм. Автомобиль достаточно маневренный, радиус разворота здесь небольшой, всего 4,9 метра. У фита третьего поколения длина чуть-чуть подросла, буквально на 5 сантиметров. Длина этого автомобиля 3,95. Ширина также 1,69 метра и даже высота осталась без изменений 1,52 метра. Но колесная база увеличилась и теперь она составляет 2,53 метра. Масса этого автомобиля, если говорить про гибридную разновидность, 1080 килограмм. Обычный бензиновый фит весит 970. При этом машина стала шустрее в том, что касается маневров в ограниченном пространстве. Радиус разворота всего 4,7 метра. Наш экземпляр 2017 года выпуска 1,3 100 лошадей бензин передний привод вариатор. Что касается толщины лакокрасочного покрытия для фитов второй генерации, средние показания толщиномера для родной краски будут лежать в диапазоне от 84 микрон где-то до 105-110 максимум. Это стандартный слой окраса для бюджетных японских автомобилей, в частности для Хонды. Что касается фита третьей генерации, то слой лакокрасочного покрытия на этих машинах толще не стал. Разброс показаний толщиномера в принципе похожий. Где-то от 85-89 до 105 край 110 микрон. Что касается двигателей, на этот раз вкратце более полная информация есть в отдельных обзорах на один и второй кузов. Правда в исполнении фитшаттл и шаттл соответственно. Что касается дорестайлинговых фитов, под капотом здесь стояли моторы L13 и L15A. Это рядные четверки с алюминиевым блоком, они имеют по одному распредвалу, цепной привод ГРМ и самый обычный распределенный впрыск. В некоторых условиях эти моторы спокойно переваривают 92-й бензин. Кстати говоря, на втором поколении свечей у этих двигателей уже всего 4, а не 8, как было на предыдущих фитах. 8 свечей имеют сугубо гибридные моторы, которые носят несколько другой индекс LDA. Но по конструкции отличаются не слишком существенно. Гидрокомпенсаторов здесь нет, зазоры клапанов нужно регулировать раз в 45 тысяч километров пробега. Выполняется это без подбора шайб и толкателей. Замеряете и выставляете при помощи инструмента. Надежность этих двигателей, что называется, проверена временем. Ну а если вдруг случилось страшное и подобный мотор все же приказал долго жить, например, на пробеге тысячедок в 400, то вы можете пока еще за вменяемые без всяких относительно деньги купить контрактный агрегат с небольшим пробегом. Что касается коробок передач по вариаторным трансмиссиям на этих машинах вопросов особо нет. Ну а по гибридной версии на данном поколении используется система IMA, Integrated Motor Assist. Эта система представляет собой дополнительный электромотор, который здесь занимает место маховика. С него в нормальных условиях гибридный фит заводится и использует его для работы системы Start-Stop. Этот же маховик добавляет крутящего момента при резких ускорениях. В высоковольтной части здесь при этом нет дополнительного аккумулятора в задней части автомобиля и отсутствие инвертора. Чисто на электротяге подобный гибридный фит ездить не может, но на расходе топлива эта система отражается положительно. Он здесь вряд ли превысит отметку 5-5,5 литров на сотню в городском цикле. Что касается двигателей у фита третьей генерации, здесь стоят уже абсолютно другие моторы. Здесь нет преемственности агрегатов, подобно той, которую мы наблюдаем на филдерах. Здесь располагается либо L13B, либо L15B, если говорить про бензиновые двигатели. Это уже новое семейство. У них тоже алюминиевый блок, это рядные четверки. Здесь два верхних распредвала, и это основное отличие от моторов старых серий. Такой же цепной привод ГРМ, по-прежнему нет гидрокомпенсаторов. На фитах эти моторы имеют обычный распределенный впрыск, но на других моделях Хонды встречаются версии данных двигателей и с непосредственным впрыском с большей мощностью. Мощность мотора 1,3 100 лошадей, полторашки 132 лошадиные силы. Свечей зажигания на этих моторах всего 4, каждая с индивидуальной катушкой зажигания. Кстати, и на гибридах тоже. Версия гибридного двигателя здесь носит индекс LEB. А вот конструкция гибридной установки на третьем поколении отличается кардинально. Здесь в качестве коробки передач используется роботизированная КПП с двумя сцеплениями типа DSG. Но не торопитесь паниковать. Эта трансмиссия довольно интересна тем, что компания Хонда постаралась уйти от самого вредного для любой трансмиссии со сцеплениями режима движения ползучего. В данном случае первая передача у вас электрическая, так что стоя в пробке сцепление изнашивать на данной трансмиссии вы не будете. С этой коробкой машина демонстрирует очень хорошую прыткость и еще лучшую экономичность. Ну а теперь давайте заглянем внутрь одного и второго автомобиля и начнем обзор, конечно, с багажника. Вооружимся рулеткой и посмотрим, как обстоят дела с линейными размерами багажного отделения. Начнем с второго поколения. Надо сказать, что по меркам компактного автомобиля багажник у FITA весьма вместителен. Ширина проема по его средней части в данном случае это метр ровно. Высота багажного отделения 85 сантиметров, а его ширина это 101 сантиметр. Причем ширина это одинаково на всей длине багажного отделения, которое при поднятых спинках задних сидений составляет порядка 86 сантиметров. Если же хозяйственные задачи, которые в данный момент встали перед FIT-ом куда серьезнее, то, конечно, вы можете сложить спинки заднего сидения. И в этом случае вы получите уже крайне солидный по объему багажник. В данном случае погрузочная длина у вас увеличится до отметки 1,40-1,44. Ну, а если проталкивать длинный габаритный груз между передними креслами и упирать его в переднюю панель, вы можете увести здесь что-то длиной до 2 метров 20 сантиметров. Что касается каких-то удобств по багажному отделению, здесь на самом деле практически ничего нет. За фальшпанелью справа скрывается штатный инструмент, домкрат, буксировочная петля, баллонник, вороток и отвертка. Кстати, на этом автомобиле они на месте. Чуть дальше находится ремнобор, герметик и компрессор для накачки шин. Никакой запаски в этом поколении FIT-а уже не предусмотрено. Плюс есть маленькая ниша, мне не вполне ясного назначения, куда можно что-нибудь спрятать. Например, буксировочный трос. Под фальшполом багажника в данном случае ничего нет, никаких ниш для хранения, там просто кузовной металл. Видно, что концепция багажного отделения этого автомобиля предполагала максимальную погрузочную высоту. Ну а теперь переходим к третьему поколению. Доступ в багажник нам открывает визуально чуть более широкая крышка. Вооружимся рулеткой и проверим, стал ли проем шире. Да, но не намного. Порядка 102 сантиметров в его средней части. Высота багажника здесь увеличилась и довольно существенно. Расстояние от фальшпола до края проема порядка 89 сантиметров. Ширина багажного отделения по полу не поменялась, ровно метр. А вот в длину багажник по полу стал меньше, 64 сантиметра. Ну а теперь давайте попробуем сложить сидения. Падают они здесь ровно, также в ровный пол, как это происходило на втором поколении. И при этом расстояние до переднего сидения от заднего борта у вас будет составлять порядка 1,48 метра сантиметров. Максимально длинный груз, который можно увезти здесь, при условии, что вы исхитритесь проложить его рядом с селектором коробки передач, так чтобы он не мешал переключению режимов трансмиссии, будет составлять 2 метра 20 сантиметров. Так же, как и в предыдущем поколении. Что касается удобств в багажнике третьего поколения, здесь прибавился только плафон освещения с правой стороны, сбоку. Ну а по бокам багажного отделения уже никаких ниш нет. Все переехало в подполье, где у нас имеется формованная пенопластовая ниша, в которой размещается штатный инструмент, отвертка, петля, баллонник, домкрат и ремнобор для колес. Что касается салона фита второго поколения, попадая сюда, отмечаешь несколько вещей сразу. Первое. Это очень хорошо профилированные сидения. Возможно, это особенность комплектации, но в данном случае боковая поддержка у этих кресел очень ярко выражена. Кому-то это может быть не по душе, но лично мне такое нравится больше. Что касается посадки за рулем, при росте 1,86 см мне удалось быстро подобрать удобную для себя посадку. Именно так я бы ездил на каждый день. Стоит отметить, что к плюсам Honda Fit относится большой диапазон регулировок как рулевого колеса, причем по наклону и по вылету, так, собственно, и большой диапазон регулировки водительского сидения. Если в этом автомобиле я отодвинусь максимально назад, то моя левая нога, когда она установлена на площадке для отдыха, этой самой левой ноги почти полностью выпрямляется в колени. Это несмотря на то, что машина в целом компактная. Что касается кнопочек и органов управления, рулевое колесо у второго фита выполнено практически эталонно. Руль именно того диаметра, которого он здесь и нужен. Он хорошо профилирован и вдобавок отделан кожей. В нашем случае очень хорошо сидит в руках и абсолютно не скользкий. Под правой рукой под локоть у нас есть отделанный тканью подлокотник на дверной карте. Ну а с левой стороны пусть и маленький, но тоже подлокотничек. Правда, пользоваться им было бы удобнее, будь он повыше. Что касается органов управления. Под правой рукой у нас стандартный блок кнопок стеклоподъемников. Водительское стекло при этом с авторежимом. Справа от руля, в зависимости от комплектации, могут быть дополнительные клавиши. Но в нашем случае две заглушки и экономичный режим. Также справа от рулевого колеса присутствует регулировка боковых зеркал. Они могут здесь и складываться. Подрулевые переключатели переключаются с хорошим приятным усилием и не издают дешевых пластмассовых скрипящих щелчков. Тянуться к ним, кстати, не надо. Все под рукой. В нашей комплектации мультируль не полный. Здесь, по сути дела, есть только круиз-контроль. Но клавиши расположены удобно. Они тактильно различимы. И пользоваться ими можно не отвлекаясь от дороги. Также здесь есть клавиши переключения режима бортового компьютера. Климат-контроль в этой комплектации автоматический. Здесь есть дисплей, на котором отображаются все его показания. И пользоваться им также достаточно удобно. Клавиши сгруппированы в два круглых блока. И не требуют какого-либо привыкания. Слева от дисплея бортового компьютера четыре клавиши. Это подогрев заднего стекла, режим рециркуляции, либо забора воздуха с улицы. И режим оттаивания лобовика. Больше здесь ничего нет. Внизу у нас розетка на 12 вольт. И, пожалуй, все. В старших комплектациях, внизу на панели, вместо дополнительного бардачка, могут располагаться клавиши подогрева сидений. Но, как правило, такие машины приходят с северных территорий. Поэтому, если вы видите фит на подогревах, обязателен осмотр на подъемнике. На предмет отсутствия ржавчины по низу. Что касается ниш для хранения, подстаканников и так далее. У второго фита есть два подстаканника по бокам передней панели. Есть дополнительные два подстаканника перед селектором коробки передач. Два кармашка по низу. Есть маленький бардачок в верхней части панели, куда можно сложить какую-то мелочевку. Есть полочка, из которой мелочь не должна, по идее, выкатываться и выпадать. Ну и основной перчаточный ящик, который не слишком большой по размеру, но сложенные вдвое документы формата А4 сюда вполне поместятся. Маленький бокс есть и в центральном подлокотнике. Он не очень объемный, но, скажем, что-то формата пачки компакт-дисков может сюда, в принципе, и поместиться. По части обзорности у второго фита все отлично. Линия остекления здесь очень низкая. Боковые зеркала по площади огромные. И, несмотря на небольшое скругление к низу, пользоваться ими удобно. По обзорности вперед тоже никаких вопросов. Передняя панель уходит от вас далеко. Сама панель здесь низкая. Лобовое стекло кажется широким. И плюс дополнительные огромные окошки по бокам, которые полностью убирают здесь мертвые зоны. При повороте вы точно не пропустите пешехода, переходящего в проезжую часть. В плане обзорности назад, даже с учетом того, что конкретная комплектация не оборудована камерой заднего вида, тоже вопросов не возникает. Машина имеет достаточную площадь остекления сзади и кончается сразу за задним стеклом. Так что с парковкой на втором фите вопросов не будет. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на втором ряду. Прежде чем проверить, как обстоят дела с местом на втором ряду, ну и еще одна фишка второго фита. Это возможность поднять подушку сидения для перевоза какого-то высокого габаритного груза. Ну или, например, возможно, цветов в горшках. Сидение можно зафиксировать при помощи дополнительного ремня. Все это дело поднимается и опускается очень легко. Фишка кому-то может оказаться полезной. Что можно сказать по поводу места сзади? Для компактного автомобиля фит это очень даже просторная машина. Я сижу сам за собой, мой рост метр восемьдесят шесть. Колени касаются переднего сидения, но не упираются в него. Да даже если бы и упирались, задняя часть сидения здесь мягкая. И никакого дискомфорта при контакте с ним вы не испытаете. Под правую руку у задних пассажиров есть подлокотник. Здесь он абсолютно на месте. Хотя сам подлокотничий довольно-таки узкий. Его ширина всего сантиметра три. Сказывается старание максимально увеличить пространство по ширине. Запас пространства над головой даже при вертикальном положении спинки заднего сидения здесь достаточный. В головном уборе можно сидеть спокойно. Заднее сидение у фита гораздо выше, чем переднее. Поэтому здесь вы также смотрите поверх затылка водителя и переднего пассажира, что добавляет ощущение простора. Низкая линия остекления сохраняется и на задних дверях. Сидение профилированное, хотя и не сильно, но центральная часть довольно существенно выступает наверх. А вот тоннеля на полу можно сказать, что нет. Поэтому втроем можно будет разместиться. Также на втором поколении у нас присутствуют крепления для детского кресла типа Isofix. Но нет центрального подлокотника. Спинку сидения можно регулировать по наклону, хотя и не в очень широком диапазоне. Но максимально отклоненное назад положение будет выглядеть примерно так. И при таком варианте ехать на заднем сидении фита можно даже в дальнюю дорогу. Ну а теперь про салон фита третьего поколения. Попадая сюда, отмечаешь кардинальные изменения относительно предыдущей генерации. Все здесь выглядит по-другому. Здесь совершенно иная форма передней панели. И даже комбинация приборов хоть и выражает больше преемственности к первому поколению, но тем не менее визуально сильно отличается. Хотя вроде архитектура панели остается та же. Что касается удобства посадки за рулем. Здесь, в принципе, мне также удалось быстро подобрать удобную посадку. Рулевая колонка у нас тоже регулируется. Правда, в данной комплектации нет регулировки по вылету вообще только по наклону. Что касается диапазона регулировки водительского сидения, то вот это максимально отодвинутое назад кресло. Плюс, если выбрать весь диапазон регулировки по высоте, то в данном случае я могу вытянуть левую ногу в колене полностью. Так что, в принципе, диапазон регулировки сидения в третьем фите также достаточен. Но по сравнению с фитом второго поколения, в котором мы были несколькими минутами ранее, здесь не столь выраженная боковая поддержка у сидений. Что касается органов управления и прочих удобств, под правую руку у вас присутствует подлокотник. Ну а с левой стороны в данном случае нет ничего. Никакого центрального бокса здесь не предусмотрено. Рулевое колесо в данной комплектации не имеет кожаной отделки. Это пластик, правда, пластик также не скользкий. Руль по-прежнему хватки и удобного диаметра. Правда, никаких клавиш в данном исполнении нам не полагается. Что касается правой двери, здесь у нас расположен блок управления стеклоподъемниками, который визуально не поменялся относительно предыдущего поколения. Также водительский стеклоподъемник имеет авторежим. Внизу справа у нас теперь кнопки в другой конфигурации, и их стало больше. Клавиша экономичного режима теперь приобрела круглую форму и переехала чуть выше. Внизу остались вспомогательные функции системы стабилизации, корректор фар и автоматическое складывание боковых зеркал. Слева от рулевого колеса у нас располагается клавиша запуска остановки двигателя. Теперь бесключевой доступ предполагает наличие кнопки. На предыдущем поколении доступ бесключа был реализован в виде поворотной каретки. Также ключевое отличие между предыдущим и следующим поколением – это наличие здесь полностью сенсорной панели климат-контроля. Она имеет достаточно хороший отклик, весьма информативная. Выглядит это все симпатично. Ну и функции здесь абсолютно стандартные. Стандартный кондиционер, скорость вентилятора, температура, авторежим, забор воздуха с улицы либо изнутри и режим отпотевания лобового стекла плюс подогрев заднего. При выключении зажигания все это полностью гаснет, оставляя вам просто черную панель. Внизу у нас практически в том же месте 12-вольтовая розетка, есть два подстаканника и один карман под мелочи. Кстати, о подстаканниках. Спереди на панели остался только один подстаканник у водителя. Пассажир теперь этой привилегии лишен. На месте подстаканника теперь большой дефлектор вентиляции. Что касается центрального бокса, здесь его нет, но есть множество, а конкретно 4 штуки, кармашков в центральной консоли. Верхнего бардачка теперь тоже больше нет. А нижний примерно такой же по объему, подходящий для сложенных вдвое бумаг формата А4. Что касается обзорности в этом автомобиле, по сравнению со вторым фитом, здесь как будто стала выше линия остекления. Но на самом деле это касается не боковых стекол, а лобового в первую очередь. Здесь выше сама приборная панель, плюс у нее слегка другой наклон. В целом создается впечатление, что лобовое стекло стало гораздо ближе к водителю. Оно стало уже, и боковые окошки также уменьшились в размерах. Так что с обзором у третьего фита все чуточку сложнее, чем было у предыдущего поколения. Боковые зеркала также стали поменьше по площади и остались суженными по краям. Ну а с обзорностью назад по-прежнему нет никаких проблем. Машина все так же заканчивается сразу за задним стеклом, и линия остекления позволяет вам нормально контролировать обстановку. Давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем ряду. Ну и перед тем, как проверить заднее сидение на предмет комфорта, давайте упомянем также и полезную функцию по подъему спинок сидения. Так же, как и на предыдущем кузове, вы можете свернуть его вверх и при этом освободить место на полу для перевозки какого-то тяжелого, либо большого по высоте груза. Что касается места на втором ряду, я сейчас сижу сам за собой, напоминаю мой рост метр восемьдесят шесть, и при этом я даже не касаюсь коленями переднего сидения. Расстояние для ног задних пассажиров в третьей генерации однозначно увеличилось по сравнению со вторым фитом. Сохранилась также и высота подушки заднего сидения относительно передних кресел. Здесь вы тоже сидите выше, но ввиду того, что подголовники на этом фите совершенно другой формы, они вытянутые вверх, преимуществ это никаких по большому счету не дает. Так что обзорность вперед у задних пассажиров все равно будет ограничена. В данном случае сидение профилировано также под двух сидоков, центральная часть выступает достаточно высоко, но при этом пол все же практически ровный, тоннеля здесь нет. Подлокотники у задних пассажиров стали чуть шире, правда в данном случае они пластмассовые и жесткие. Центрального подлокотника у фита на заднем сидении нет, по-прежнему имеются крепления типа изофикс, а запас пространства над головой по-прежнему позволяет сидеть в головном уборе. Также в этом автомобиле вы можете откинуть спинку заднего сидения в плане регулировки по наклону, и в этом положении сидеть становится достаточно удобно. Правда чисто субъективное ощущение, почему-то во втором фите при меньшем запасе пространства сиделось уютнее. Однако на заднем сидении этой машины также вполне можно отправляться в дальнее путешествие. Ну а перед тем, как взглянуть на Honda Fit 2 снизу на подъемнике, давайте поговорим про дорожный просвет, каталожное значение которого заявлено на уровне 150 мм. Вооружимся рулеткой и посмотрим, так ли это на самом деле. Низшая точка в данном случае располагается под пластиковой защитой моторного отсека, и до нее от поверхности земли всего 13 см. Сам край переднего бампера повыше, до него 19 см, а до резинового брызговика под бампером те же самые 13 см. Так что, паркуясь к поребрику и услышав касание резиновой частью бордюрного камня, в принципе, имеет смысл прекратить дальнейший штурм. Расстояние за брызговиком до поддомкратника на пороге 15 см, до самого порога в задней части 18 см, а до резинового брызговичка 16 см. Ну а до брызговика сзади 20 см. Бампер, естественно, находится выше этой отметки. С учетом короткого заднего свеса, геометрическую проходимость фита задним ходом следует признать удовлетворительной, но при парковке к высоким бордюрам будьте аккуратнее с передним бампером, а уж пропускать высокие препятствия типа торчащих колодцев между колес мы вообще настоятельно не советуем. Что касается ходовой части второго фита, подвеска этого автомобиля прежде всего хондовская. Заточена она больше под рулежку, а не под комфорт. Помните об этом кому-то, подвеска данного автомобиля может показаться жестковатой для его вкуса. Но при этом рулится машина на самом деле отменно и в чем-то напоминает карт. По своему конструктиву передняя подвеска этого фита, классическая для данного класса автомобилей, это Макферсон. Здесь есть стабилизатор поперечной устойчивости, доступ к креплениям стабилизатора на подрамнике здесь на самом деле довольно-таки неплохой, если сравнивать с некоторыми прочими автомобилями, а шаровые опоры на передних нижних рычагах запрессованы, что, соответственно, позволяет вам заменить их на неоригинальные при желании. Рулевая рейка тут уже, естественно, электрическая, никаких вопросов по гидравлическим протечкам быть не может. И сама рейка на самом деле, помимо того, что довольно крепкая, еще и стоит очень недорого, особенно на фоне многих аналогов. Что касается антикоррозионной обработки кузова у фита, то, как и у многих автомобилей, которые приезжают к нам с внутреннего рынка Японии, с антикоррозийной обработкой с завода здесь все обстоит не очень. Герметик нанесен очень ограниченным количеством, в основном на швах кузова, но где-то даже и на них его нет. Так что, если вам повезло найти фит, который не изъеден понизу коррозии, а это, в принципе, возможно в случае с автомобилями, которые приезжают без пробега по России, если среди ваших задач эксплуатировать этот автомобиль в течение долгих лет, озаботьтесь дополнительной антикоррозионной обработкой. В нашем случае речь идет о гибридной версии, поэтому под днищем мы видим и кабель питания от батареи на электродвигатель между коробкой передач и мотором, а также большое количество пластика, которым в данном случае закрыто практически все днище автомобиля. Что касается задней подвески, она здесь тоже реализована по классической для компактных автомобилей схеме. На переднеприводных автомобилях сзади используется балка, на выдовых машинах подвеска зависимая, типа D-Dion. В данном случае у нас, по сути, только два сайлинблока балки, амортизаторы и пружины. Пружина с амортизатором разнесены отдельно друг от друга. Тормоза у фитов барабанные. Ну а что касается антикура, по задней части автомобиля, его количество здесь с завода также сугубо следовые. Так что обрабатывать пространство в районе усилителя бампера антикуром тоже придется. Что касается топливного бака, расположен он здесь в базе, примерно посредине. Его емкость на фите во втором поколении это ровно 40 литров. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела с дорожным просветом у третьего поколения. Каталожное значение клиренса в его низшей точке для данной модели 135 мм. Если вооружиться рулеткой, то мы видим, что так оно и есть. До защиты моторного отсека от асфальта как раз таки 135 мм. При этом передний бампер отстоит от поверхности земли на 19 см. А брызговичок под бампером в районе 14 см. До отбортовки под домкратника за передним колесом 16,5 см. А в задней части порядка 18,5 см. До брызговичка 17 см ровно. В данном случае задними брызговиками автомобиль не оснащен. И расстояние от земли до бампера 28 см. С учетом короткого заднего свеса, парковаться задним ходом можно даже к высокому препятствию. Вы ничего здесь особо не зацепите и не оторвете. Что касается ходовой части третьего фита, то по сравнению со второй генерацией, она вряд ли стала сильно мягче. Это по-прежнему более заточенная под рулежку машина, нежели под комфортную езду по убитым дорогам. По конструкции подвеска изменений не претерпела. Здесь по-прежнему Макферсон спереди. Та же конструкция шаровых опор, которые в данном случае запрессованы в передний рычаг. Ровно такое же размещение переднего стабилизатора. Правда, можно сказать, что здесь маленько попроще с доступом к креплениям для замены втулок. Здесь не придется опускать подрамник. Рулевая рейка по-прежнему у нас электрическая. Ну, а по части обработки антикоррозийкой все столь же скромно, как было на второй генерации. Антикора здесь очень мало, и он даже не везде на сварных швах кузова. И, опять же, с прицелом на более долгосрочную эксплуатацию днище этого автомобиля лучше, конечно, дополнительно обрабатывать. Этот автомобиль у нас не в гибридной версии, это самый обычный бензиновый фит, соответственно, никаких пластиковых защит под днищем здесь нет. Мы видим топливный бак, сделанный из пластика, но его объем здесь стал меньше, чем был на предыдущем поколении. Всего 32 литра, причем независимо от версии исполнения. Что касается задней подвески третьего фита, то особых изменений по сравнению с предыдущим поколением здесь нет. В отличие, скажем, от филдеров из предыдущего обзора. Здесь по-прежнему балка, сайленблоки, балки, втулки на амортизаторах, пружины, и сами пружины с амортизаторами разнесены отдельно. Задние тормоза у автомобиля все также барабанные, и по части дополнительной антикоррозионной обработки с завода здесь ее все также не прослеживается. Так что в плане конструкции ходовой части, что второй, что третий фит, абсолютно однотипно. Вот такой сравнительный обзор у нас сегодня получился. Ну а на нашем подъемнике были Honda Fit второй генерации, гибридная 2011 года выпуска с пробегом 111 тысяч километров по Японии, и 2017 год бензиновый 1.3 на 100 лошадей с пробегом 31 тысяча километров. Надеемся, после просмотра этого видео у вас появилось общее впечатление, как соотносится между собой новое и старое поколение Хонды Fit, и какие-то выводы для себя в отношении этих автомобилей вы сделали. Если же у вас был или до сих пор есть фит одного из этих двух поколений, либо, возможно, вы владели и тем, и другим, и вам есть в чем нас дополнить, в чем нас поправить, пропишите все это в комментариях. Людям, которые сейчас колеблются, выбирая между одним и вторым автомобилем, именно ваш комментарий может помочь сделать окончательный выбор. Ну а вам спасибо за просмотр, хорошего дня и до новых встреч на канале. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Пока!